Всем привет! Это видео мы решили снять как объяснение или продолжение коротышки про освобождение от захвата зажима за голову с броском противника. У нас были различные комментаторы, нормальные комментаторы, их реплики остались под этой коротышкой. Другие же, которые ведут себя непонятно как, будто они вышли из психдиспансера, я те комментарии поудалял. Почему я их поудалял? Потому что там была и нецензурная лексика, и что угодно и так далее. Поэтому нам на канале мусор не нужен. Мы на канале следим за тем, чтобы люди между собой культурно общались, друг друга не пасовали и тем более не оскорбляли нас за то, что мы вам показываем что-то из техники самообороны. Так вот, один комментатор, который оставил в перемешку с нецензурной лексикой свой коммент под видео, заявил о том, что можно свободно освободиться от этого захвата, если левой рукой зарядить в морду противника. Ну это мягко сказано. Там в комментарии было написано намного хуже. Так вот, идет захват. Давай, схвати меня. Меня схватили. Для того, чтобы сделать, как говорит этот комментатор, я должен левой рукой зацепить его в лицо. А теперь смотрите, что у меня получается. Давай подойдем поближе сюда. Держи меня, держи. Я бью левой рукой в лицо. Во-первых, ребята, любое мое движение с моей стороны, рука или еще что-то, он усиливает давление на шею. Второй пункт. Мое плечо упирается в его локоть. И я своей рукой не могу его достать. Потому что он меня зажимает. Смотрите еще раз. Зажми мне шею. Точно так же я не могу выйти... Сейчас держи крепко. Точно так же я не могу выйти правой рукой, чтобы ударить его в лицо. У меня нет никаких шансов. Поэтому как возможный вариант... Хватай меня. Как возможный вариант, мы вам и показывали технику освобождения от такого захвата. Когда вы вот в таком положении находитесь внизу, вы перехватываете своего противника за ногу, вытягиваете ее вперед, зажимая меня сильнее. Оп! И бросаете его на землю. Вы можете еще сами на него лечь. И когда вы падаете на своего противника, вы уже находитесь в том положении, чтобы зарядить ему кулаком в лицо. Это один из вариантов освобождения. Другой человек после того, когда увидел вот эту коротышку, снял... Секундочку, дверь не падай. Снял свое видео, как бы в противовес. И он сказал, что он свободно может освободиться от такого захвата. Бери меня вот так, да? И его противник стоит спокойно на ногах. Что этот человек говорит? Я могу свободно ударить его под колено. Он загибается. Я ставлю ногу сюда и роняю его. Детский лепет. Почему? Потому что, когда я кого-то хватаю... Вот такой вот. Не важно, школьный захват он или как угодно. Я стою плотно на земле. Я стою крепко. Попробует он меня сейчас ударить под колено. Пусть попробует ударить. У него все равно ничего не получится. Я его зажал. Единственный вариант, как я уже сказал в начале, это освобождение в том виде, в котором мы вам показывали. Я показывал тогда со своим учеником. Сейчас я вам показал с моим товарищем, с коллегой по работе, с ассистентом. Он, конечно, весит больше, чем тот ученик, но меньше, чем я. Неважно. Точно так же он сможет освободиться, если я его зацеплю в этот захват. Точно так же он освободится перехватом ноги, вытягиванием противника на улицу. Упирается все в вашу силу и тренированную спину. Теперь-то вам понятно, ребята? Не забудьте подписаться на наш канал, оставить свои нормальные комментарии. Мусор, сэкономьте для себя, будет удаляться. И авторы комментариев, оставляющих нецензурную лексику, будут отправляться в банк. Все остальные, добро пожаловать к нам на канал. Как говорят в Узбекистане, мархабад. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok